И вновь мы рекомендуем фильмы смотреть хорошие, классные, замечательные и просто фееричные. Да, Муся? Рекомендуем мы с Мусей и рекомендует партнер нашей программы компания «Эталон Днепр». Естественно, рекомендует смотреть по чашку хорошего кофе. Ежес Калимовский. 5 мая ему исполнилось 78 лет, но фильм «11 минут» показал, что он в великолепной форме. Ежес Калимовский первый свой фильм полнометражный, до этого он делал много короткометражек, снял в очень далеком. В 1965 году, 51 год назад. Он снимал во Франции, он снимал в Польше, естественно, он польский режиссер. Он снимал в Англии, в Штатах. Вы могли его видеть, он иногда играет в кино, допустим, в «Первых мстителях». Он играл одну небольшую роль. В «Марсе атакуют». Он играл шикарный режиссер, фильм «11 минут». Но, скажем так, он не позволит вам заскучать ни на секунду и оторваться от этого фильма невозможно. Классное кино «11 минут». Посмотрите обязательно. Ежес Калимовский вернулся в Польшу. И, кстати, вот «11 минут» уже завоевал приз на Венецианском фестивале. Посмотрите, это кино классное. «11 минут». Это моя жена, наверное, была пунктуальна, если ты на меня не ждешь. В основном есть правдоподобиество, что мы не можем не вернуть. Это мы знаем. «11 минут». Боб Нельсон, номинант на «Оскар» за сценарий фильма «Небраска», дебютировал в режиссуре. Дебютировал очень обаятельным фильмом, который называется «Подтверждение». Главную роль сыграл Клай Фоуэн. Еще много хороших актеров. Мария Белла играет в фильме Роберт Фостер, Тим Блейк Нельсон, Мэти Модейн. Но обязательно обратите внимание на юного актера Джейден Либерен. Вы его видели в фильмах «Святой Винсент» и «Алоха». Он классный и очень хорошее кино. Очень обаятельное, стильное. Ну, вам должно понравиться. «Твой отец хороший, малый. У него свои таракаты, но у кого их нет?» «Да». «Тебе не больно?» «Нет». Великолепная семейная история, которую сложно забыть. Все, что тебе говорят, может быть правдой, а может и нет. Клайв Оуэн прекрасен. Джейден Либерер не отразим. А ты что думаешь? Думаю, что не знаю. Никто не знает. Клайв Оуэн. Джейден Либерер. Мария Белло. Роберт Форстер. Тим Блейк Нельсон. Пэттон Освальд. Мэтью Модейн. Выслушай других, а потом решай сам. Поступай, как считаешь нужным. Подтверждение. Говорить буду я. Я их знаю, и я их не боюсь. Давай, Волт, спроси его напрями. А сейчас поговорим про новый фильм «Братьев Коэн». Да здравствует Цезарь. Его уже можно посмотреть в хорошем качестве. Звезд там слишком много. Слишком, слишком много. Вот на кого хотелось бы обратить внимание. Это Джордж Бролин, Джордж Клуни, Тильда Суинтон. Очень понравился Ченнинг Татум. И обратите обязательно внимание на Олдена Эренрайка. Он играет одну из главных ролей. Он уже появлялся в фильмах у Вуди Арина. Он появлялся у Коппола Фрэнсиса Форда. И у дочки, у Софии Копполы. Вот он как раз и стал новым ханом Соло. Посмотрите «Да здравствует Цезарь». И посмотрите на нового Хана Соло. В этом фильме он мне очень понравился. Сейчас смотрим трейлер. Не забудьте посмотреть кино. Да здравствует Цезарь. Кто-нибудь объяснит, что здесь творится? 20 миллионов читателей жаждут правды. Конечно. Да. Угу. Эдю? Настоящая античная трагедия. Мистер Мэнникс, прозвучит странно, но вам звонят из будущего. О, Господи. Хотите знать, что происходит? Да здравствует Цезарь. Фильм «Братьев Коэн». Скажите, ну, наверное, все догадывались о том, что полет на Луну и вот та лунная прогулка была сфабрикована. Много было, скажем так, версий по поводу того, кто это делал и вот кто сделал это видео, которое посмотрело весь мир и которое знает весь мир, первую лунную прогулку. В фильме «Лунная афера» есть своя версия. Американцы хотели нанять Стэнли Кубрика, а наняли обычного афериста. Руперт Гринт подрос и сыграл вот этого самого афериста. Человек из «Гарри Поттера» стал уже крупным актером, во всяком случае вырос. Играет с ним в паре Роберт Шиэн и играет Рон Перлман. Рон Перлман великолепен. Фильм «Лунная афера» мне очень понравился. Классное кино, которое, ну, скажем так, можно и посмеяться, можно и посмотреть на то, как это кино сделано. Сделано очень хорошо. Дебют французского режиссера прошел на отлично, на все пять. Посмотрите «Лунную аферу». Мистер Кедман интересуется, не возьметесь ли вы за съемки нового фильма? Фон Луны слишком бледный. Боже, что за критик. Он человек искусства. Мотор! Что это за хрень? Ты провалил задание! ЛСД. Лучшее средство от головы. Что? Немецкий режиссер Кристиан Диггер несколько лет назад дебютировал в американском кино. Фильм назывался «С любовью Рози». Но до этого у него были замечательные фильмы, которые он снимал на родине. Например, «Французский для начинающих». Классный фильм. Ну, и режиссер оказался абсолютный романтик. Новый фильм в активном поиске. Скажем так, хорошее кино. Тот, кто будет вам рассказывать, что это исключительно женский фильм, не верьте. Да, все главные роли играют женщины. Играют хорошие актеры. Играет Лесли Манн, играет Дакота Джонсон, играет Элисон Бри. Играет великолепная Рэбил Уилсон. Хорошее кино, скажем так. Хороший Нью-Йоркский фильм. Посмотрите обязательно в активном поиске. Кстати, фильм собрал довольно приличную сумму. Более 100 миллионов. И, вероятнее всего, Кристиан Диггер и дальше будет пахать ниву романтических и не очень романтических комедий-мелодрам в активном поиске. Смотрите трейлер. Прелесть свободы в том, чтобы ей наслаждаться. Прекрати немедленно. Хоть сделай вид, что укаживаешь за собой. Чего? У меня вообще там нет волос. Ноги сдвинь, я из-за этого перестала смотреть женские сериалы. Это как Том Хэнкс в изгое. Как будто Гэндальф на меня пялится. Ни один пенис не пройдет! Ну что ж, это было все на сегодня. Мы с Мусей и с партнером нашей программы, компании Эталон Днепр, рекомендуем смотреть исключительно хорошие фильмы. И исключительно по чашечку очень хорошего кофе. Да, Мусе? Всего. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok